С початком нового научного года у Гродни начинают працу сотни секций и студий разного профиля. Один только областный палац творчества детей и молодей готовы принять больше за 3000 детей в возрасте от 6 до 18 годов. Про то, как неосумно и одночасово корыстно провести вольный от школы час, рассказывали и показывали наведывальникам у День открытых дверей, которые по традиции провели ту ту первую субботу месяца. Светлана Губар протягнем. Уже на юный взросл многие из них в пошуках своего призвания уже не первый год. Вот и Катя. Займалася танцами, спробовала себе успевах. Все лето великие сподзявания мая на занятки английской мовой. Мы все люди активные, любим спорт, танцы, пение. Все мы любим, нам это нравится. И вообще этот дворец пионеров. Я сама сюда ходила долгое время, поэтому не привезти сюда детей, это было бы глупо. Дякуючи батькам, многие из яких и сами усвучасно ведывали разные гуртки и секции у гэтым палаци, дети так само активно и мкнутся до новых ведов. Хотим попробовать. Нравится рисование. Чувствуется творческий потенциал. Я даже рисую бабочку. Я рисовала у бабушки, дамы бабочку. Солнце рисую, траву рисую, святы рисую. Я очень люблю рисовать. Набор у секций и объединений у самом разгаре. До речи одних только гуртков, а выявленчим и декоративно-прикладным маста цветут некольки десятков. Широко представлены и объединения инших профилев, от творчого до спортивного. Ходили 4 года на плаванье, в этом году решили попробовать еще и английский во дворце молодежи. Здесь много всяких кружков, не знаю. Может, еще на вокал уговорим парня. Большой спектр объединений спортивного профиля. Безусловно, мы будем и петь, и танцевать в этом учебном году. Много откроется лидерских площадок для ребят старшего возраста, кто сможет себя проявить в волонтерстве, в реализации каких-то интересных молодежных инициатив. Востребованы, как всегда, картинг, техническое творчество, робототехника, авиа и автомоделирование. Эти направления тоже будут по-прежнему у нас работать. Усягубойж за 250 объединений у разного профилю и накерунков чекают все лета своих наведленников. Занятки на любой гузной дают для себя и старейшие, и самые маленькие выхованцы. Для малышей уже пятый сезон стартует школа развития теремок. Ментальная арифметика, возможность рисовать, танцевать, заниматься эстетической гимнастикой. Новинка этого сезона в работе школы развития – работа логопеда. Это подготовка к школе, это, безусловно, какие-то исправления моментов, но я думаю, что здесь мы посотрудничаем очень активно. Презентации – десятка объединений, консультации для детей и батьков, выставы работ навученцев и новотрадиционная забавляльная программа. День открытых дверей, який зауседы, для кожных наведленников принес свои открытия. У нас можно записаться в объединение по интересам созвучия. Это объединение, где детки занимаются индивидуально с педагогом, занимаются сценической речью, идет подготовка, можно сказать, ведущих. Еще у нас есть театральные ассортии, педагог набирает деток разного возраста, формируются группы, и дети занимаются театральным творчеством, готовят спектакли, актерское мастерство постигает, тоже сценическую речь. У палации чекают кожных, кто жадает развитию себе активность и назиральность. У кого есть мкнение до творчести, до науковых доследований и цикавость, до познания нового. Отдел экологии и интеллектуального развития представлен работой кружков научного общества экологии и работой интеллектуального клуба «Кронен». На базе нашего отдела работает второй год уже успешно, работает школа биотехнологий. Активным и метанакерованным молодым людям цикавым будет и реализация разных детячек и молодежных инициатив. Не с дарма уже 10 годов на базе палаца житовляет дейность свой молодежный парламент. Дворец любезно предоставил площадку для реализации как раз таки нового проекта молодежный клуб «Тим. Территория инициативной молодежи», в котором мы будем заниматься с разным возрастом, начиная от 10-11 классов и еще студенты, реализуя их проекты, изучая, что такое лидерство и участвуя в международных программах и проектах. Раскрыть творчий потенциал можно и на куртках техничного накерунку, например, на занятках по трассовым моделяванне, где выучают основы проектования автомобиля, займаются экспериментальными доследованиями. Это симбиоз. Тут есть и творчество техническое, и спорт. В начале больше творчества, в конце больше спорта. Потому что в конечном итоге медали и звания они получают за то, как они выступают на соревнованиях. У гэтаи дни записаться у гуртки и секции палаца можа кожны жадаючи, капужу с середины вересня целком присвятить свой вольный час корыстным и цикавым справам.